Недавно мне написал какой-то презабавнейший плоскозем, и, как водится, он пытался завербовать меня в его секту, ссылаясь на неких плоских авторитетов, как он написал на просветителей нового толка. Одного из них он назвал Гренемани Кукисом. По каковой причине я и призываю всех впредь именно так и величать этого деятеля. Если непонятно о ком речь, у него аватарка с гербом СССР, на котором изображен земной шар. Гренемани Кукис и, соответственно, его безвольные куколды. Ну да ладно, это все лирика, пока оставим ее в сторонке до востребования. А вообще, те из моих зрителей, кто хоть раз пытался беседовать о чем-либо с плоскоземельщиками, почти наверняка сталкивался с их коронным, так сказать, утверждением, или таким главным, или одним из главных аргументов о том, что, дескать, вода не гнется. Под чем зачастую подразумевается, что водная поверхность всегда ровная и плоская, что никакой силы ее не согнуть, и уже из этого якобы как-то следует, что вся земля плоская. У меня даже есть сюжетец о том, как один такой гениус обещал меня обратить в свою веру за 37 минут при помощи, в числе прочих, вот именно этого аргумента. Капец, мол, глобусу. И все в таком духе. Также оставим за кадром то, что из предлагаемой предпосылки никак не следует предполагаемый вывод, то есть между ними отсутствует реальная логическая связь. Из свойств воды форма планеты вообще никак не выводится. Ну, оставим это и сосредоточимся на другом. Ведь если начать копаться в деталях, то выясняется, что исходный постулат про вода не гнется требует как минимум корректировки, учитывающей все частности. А их набирается немало. Например, маленькие капли воды, попав на гидрофобную поверхность, то есть с плохим смачиванием, проявляют вполне явное стремление собраться в форму очень близкую к сферической. Округлое и почти сферическое. Даже слово такое есть специально для таких случаев. Слово есть каплевидное. Вот как раз относящееся к этой форме. То есть негнущаяся вода почему-то стремится собраться в шарик. На поверхности практически всех водоемов, начиная от самых маленьких луж и заканчивая океанами, почти всегда присутствуют волны. То есть абсолютно ровная, гладкая, плоская поверхность оказывается не ровной, не плоской и не гладкой. Негнущаяся вода, вполне очевидно, подчиняется воле ветра. Струи водопадов и фонтанов как естественного, так и искусственного происхождения при отсутствии значительных помеховых факторов того же ветра, например, принимают форму очень близкую к параболе. Иногда прям вот в явном виде парабола, хорошо узнаваемая, иногда ее кусочек, но в любом случае это какая-то вот такая кривая, хорошо аппроксимируемая параболической функцией. А если к тонкой водной струйке, падающей отвесно, поднести электрически заряженную палочку из какого-нибудь диэлектрика, то струйка отклонится от своей естественной вертикальной траектории к палочке, от палочки, там по-всякому бывает. Поправка. Вне зависимости от того, как заряжена палочка, положительно или отрицательно, вода будет притягиваться к ней по причине того, что молекулы воды полярные. И в любом случае заряды перераспределятся так, что противоположные по знаку будут притягиваться палочкой. Ну а заряды того же знака будут отталкиваться, поэтому они собственно и перераспределятся. Нечто отдаленно похожее происходит, когда магнит прилипает к какой-нибудь железяке. Неважно, каким полюсом его подносить, железяка все равно примагнитится. Но это автоп. То есть негнущаяся вода подчиняется законам Ньютона, Кулона, может быть еще каким-то. И для проявления всех этих эффектов вовсе не нужна какая-то чудовищная по величине сила. Достаточно просто зарядить небольшую палочку. На крупных водоемах, действительно больших, занимающих значительную долю земной поверхности, и в тех случаях, когда в воде есть куда утекать и откуда пребывать, наблюдается явление приливов и соответственно отливов. Причем, когда в одном месте прилив, в другом месте отлив. Из чего следует, что уровень воды, который везде постоянный и одинаковый, по мнению плоскоземов, почему-то оказывается непостоянным и неодинаковым. Там больше, тут меньше, а потом наоборот. Из чего следует, что негнущаяся, абсолютно плоская вода ходит горбом по какой-то неведомой причине. То есть она уже не плоская. Загадка. Наконец, воду можно залить в какой-нибудь затейливый сосуд, и она, не особо сопротивляясь в процессе, заполнит его внутреннюю полость. За тем исключением, что там могут быть какие-то препятствия в виде воздушных карманов и таких вот подобных вещей. То есть вода, негнущаяся, абсолютно плоская, примет форму этого сосуда. Водой можно заполнить, например, садовый шланг. И в результате этого он не станет по прочности подобен стальному пруту или чему-нибудь еще более прочному, а останется таким же гибким шлангом, прогибающимся даже под не особо большим нажатием. То есть вода вполне себе податлива, когда на нее действуют некие силы, эффекты, воздействия и прочее-прочее. Прям-таки парадокс на парадоксе. Теперь про вращающийся шар. Плоскоземы, упоминая подобный объект, как правило, подразумевают, что темп вращения этого шара должен быть какой-то, ну очень большой, как они говорят, быстрее скорости звука. И самая очевидная проблема с этим определением связана с тем, что скорость звука – это линейная величина, она измеряется в метрах в секунду или в километрах в час, как удобнее по условиям задачи. А вращение любого объекта, не только планеты Земля, измеряется в количестве оборотов за единицу времени. Фактически это частота, как у любого другого периодического процесса. У того же звука, например, есть и скорость распространения, и частота, количество колебаний в секунду. И вот такое простейшее соображение. Тангенциальная составляющая скорости этого вращательного движения, то есть тангенциальная – это направленная по касательной, вдоль поверхности вращения. Вот эта составляющая скорости в районе, например, северного полюса будет равна примерно нулю. А частота вращения останется такой же, как была. Поэтому применять линейные единицы и сравнивать с какими-то линейными процессами вращательное движение на самом деле не так удобно и совсем не настолько логично, как это кажется. И когда плоские иллюстрируют свои тезисы подобными изображениями каких-то сферических объектов, вращающихся действительно очень быстро, разбрызгивающих воду со своей поверхности, там какие-нибудь объекты с них разлетаются, прикрепленные какие-нибудь фигурки, то они демонстрируют не опровержение формы или вращения планеты, а свое собственное, скажем так, мягко говоря, лукавство. Потому что Земля вращается отнюдь не настолько быстро. Она делает один оборот за 24 часа. Это очень медленное вращение. Это вдвое медленнее, чем часовая стрелка на механическом будильнике. И чтобы назвать такую скорость очень большой, ее нужно сравнивать с каким-то более медленным движением. С каким? Не, ну, конечно, примеры можно найти, но плоскоземы этого не делают. Они просто говорят, о, вращается быстрее скорости звука, не задумываясь о том, что это не совсем так, мягко говоря. А все это потому, что плоскомозглые не хотят, не то, что не могут, а вполне сознательно не хотят осознавать размеры планеты Земля, соотношение величин, масштабов, физических закономерностей и вот всего того, что нас окружают, в тех случаях, когда такие сравнения оказываются не в их пользу. Потому что им религия запрещает. А теперь, собственно, посмотрим на гнутую воду на вращающемся шаре. Недавно я съездил в подмосковный городок Раменское. И там, надо же было такому случиться, в пяти минутах ходьбы от вокзала есть вот такой интересный архитектурный объект. Гранитный шар на гранитном же постаменте свободно вращается на водной подушке. Тонкая пленка воды без единого разрыва покрывает весь этот шар и ничуть не противится тому, что его поверхность криволинейная. То есть это самое что ни на есть гнутая вода. При этом жидкость никуда не слетает, несмотря на то, что шар вращается, причем он это делает гораздо быстрее, чем планета Земля. Я напоминаю, наша планета делает один оборот в сутки, а этот шар вращается с частотой один оборот за несколько секунд. То есть воду на этом вращающемся шаре удерживает некая сила. Но не магическая, не джедайская сила, а вполне физическая. Или скорее комбинированный эффект от воздействия нескольких сил, каждый из которых может как стремиться удерживать воду на шаре, так и наоборот этому противодействовать. Например, сила тяжести будет стремиться заставить воду стечь с этого шара. Инерция, центробежная сила будет пытаться сдернуть эту воду в стороны. Но этим силам что-то противодействует. И вполне очевидно, что вот эта комбинированная сила, удерживающая жидкость на шаре, существенно больше, чем все остальное. Поэтому вода и удерживается. Что может ее удерживать? Ну, например, межмолекулярное притяжение между частицами гранита. Можно ли назвать их молекулами? Я не знаю, но это кристаллы. Гранит – это смесь кристаллов. Между вот этими частицами и водой. Достаточно известный факт, что вода очень хорошо смачивает гранит. Вот это вот смачивание, адгезия, тут скорее всего играет главную роль. Но может быть действуют еще и какие-то другие эффекты. Например, поверхностное натяжение. Может быть, что-то связанное с той же электростатикой как-то играет. И так далее, и так далее. И вот эта комбинированная сила, удерживающая воду на шаре, в данном случае оказывается существенно больше, чем все остальные эффекты, которые эту воду пытаются согнать. И, разумеется, эта водяная пленка, она постоянно возобновляется. То есть она не успевает высохнуть. Она с каждым оборотом заново восстанавливается. И это можно назвать некой условной аналогией того, как возобновляются земные водоемы с каждым прошедшим дождем, например. Вы же слышали выражение «круговорот воды»? Ну вот. И если мы каким-то способом будем измерять толщину вот этой водяной пленки, то есть расстояние между подстилающей каменной поверхностью и верхней границей воды, лежащей на этой поверхности, то запросто может оказаться так, что вот эта толщина, этот уровень остается примерно одинаковой величины практически по всей поверхности этого шара за вычетом основания, где, вполне очевидно, воды становится резко больше. Кстати, если на этом шаре вдруг окажется какой-нибудь, условно говоря, глазастый микроб, то с его точки зрения окружающая поверхность будет выглядеть плоской за вычетом рельефа. Подытоживая вышесказанное, можно заметить, что вполне очевидно, в буквальном смысле, мы можем видеть это своими глазами, ощущать непосредственно, можно потрогать, можно лизнуть, что даже на такой простой модели мы можем видеть, что вращение вовсе не обязательно сдернет всю воду с вращающегося шара. Совсем не обязательно. Если эффекты или силы, удерживающие жидкость на этом шаре, будут больше, чем другие силы, которые пытаются эту воду удалить, то вода останется. В случае Земли таким фактором, удерживающим жидкость на поверхности, является гравитация, сила тяжести. Она превалирует над всеми прочими эффектами, как способствующими удержанию воды, так и противодействующими этому. Причем даже в районе экватора, где скорость вращения становится больше звуковой. Несмотря на это, несмотря на то, что сила тяжести оказывается в данном случае достаточно сильной, прочие эффекты, противодействующие ей, можно и обнаружить, и измерить, подтвердив тем самым и форму, и вращение планеты, что я, собственно, и сделал в моем мурманском эксперименте, аргументированно возразить на который, или как-то опровергнуть его результаты, ни у кого из плоскомозглых в принципе никогда не получится. И даже если я им подскажу, что вот этот пример с гранитным шаром не является полностью корректной аналогией, так как здесь отсутствует сила с по-настоящему сферической симметрией, как сила тяготения, то они все равно не смогут возразить. В лучшем случае они просто повторят вот эти мои слова, даже не вдумываясь в их смысл. Кстати, о возражениях. Да, Вича, один не самый бедный человек, предложил и плоскомозглым, и шароземом, я сейчас вполне намеренно использую этот термин, вместе слетать в Антарктиду в следующем декабре и провести там наблюдение Солнца. В декабре в Антарктиде, если кто не знает, должен наблюдаться полярный день, не заходящие все 24 часа Солнца. На самом деле, конечно, дольше, чем 24 часа. Так вот, провести там наблюдение, и если Солнце все-таки зайдет за горизонт, значит, ну, что ж поделать, Земля плоская. А если не зайдет круглые сутки, а то и дольше, тогда это никак не согласуется с любыми представлениями о плоской Земле, и их можно будет считать опровергнутыми все сразу. Причем это путешествие для его участников будет, скажем так, существенно дешевле, чем оформлять тур. Многое из расходов организатор берет на себя. На текущий момент, когда я записываю это видео, на это путешествие с радостью подписалось уже 7 шароземов и только 2 плоских. Хотя, казалось бы, должно быть как-то наоборот. Очередь должна выстраиваться именно из плоскомозглых, причем не 2 или 10 человек, а тысячи, из желающих, во-первых, на халяву попасть в Антарктиду и своими глазами увидеть ледяную стену вооруженных пингвинов и все такое прочее и подтвердить тем самым, что Земля плоская. И заодно посрамить шароверов, которые имели наглость пообещать удалить свои аккаунты. Но вместо вот этой многокилометровой очереди из плоскоземов мы наблюдаем абсолютно противоположную ситуацию. Вместо того, чтобы стремиться принять участие в этом эксперименте, они от него тщательно открещиваются, отнекиваются, упираются всеми рогами и ногами. Они усердно ищут оправдание тому, почему они не хотят участвовать в этом эксперименте, который все равно ничего не докажет. То есть они отказываются воспользоваться шансом, выпадающим даже реже, чем один раз в жизни. Они предсказывают, что вот эти два согласившихся плоскомозглых будут либо убиты во время этого путешествия, принесены в жертву, либо окажутся подкуплены, либо они уже давно подкуплены и именно поэтому и согласились на участие. либо им там покажут некий симулятор солнца, чем бы это ни было, и тем самым они окажутся обмануты, введены в заблуждение и так далее и тому подобное. Короче говоря, куча отмазок, одна нелепее другой. И все потому, что плоскомозглой вере какие-либо доказательства не нужны. Настоящий плоскозем верует вопреки фактам и может легко опровергнуть несколькими разными способами даже такое событие, какое еще не произошло. Потому что речь идет о путешествии, предполагаемом в декабре этого года. Оно еще не случилось, а они уже его опровергли. Так-то вот. И именно поэтому, ровно по той же самой причине, плоские никогда не примут мой вызов, несмотря даже на то, что я предлагаю не только материальное вознаграждение, но еще и некую идеологическую сатисфакцию в виде моей полной капитуляции в случае их победы. Именно поэтому некий Рик Вентли, потомок обезьяны, никогда не выплатит обещанные им деньги за предоставленные ему доказательства того, что земля шарообразная и вращается. Он трусит признаться даже в том, что он трус. Именно поэтому никто из этой обоссанной плоскоземной публики не может хоть сколько-нибудь конструктивно возразить даже на самые простые факты об устройстве нашего с вами мира. И разумеется, уже который год они не могут ответить на мой список вопросов. Потому что они уже поняли, что проиграли, когда встали на сторону лжи. А я не устану им об этом напоминать. Кстати, про Гримани Кукиса чуть не забыл. Он же несколько лет назад начал сбор денег на постройку некоего антарктического драндулета. Аппарат, который должен незаметно для ПВО всех стран прокраситься сквозь воздушное пространство куда-то в район Антарктиды и заснять все там, как оно есть. Он даже какое-то звучное название придумал этому всему. Типа проект Кривая нога или как-то так. Длинная рука, а возможно или даже желательно не одна. И вот интересно, сколько денег за это время Гримани Кукис уже состриг со своей паствой. Ведь если человек готов поверить в плоскую землю, то он готов поверить во что угодно. И доить его можно буквально каждый день, обещая, что правда вот-вот раскроется уже совсем скоро и тогда заживем. Просто, ну ты денег немножечко пришли, понимаешь, правде нужны деньги. И не 50 рублей, а побольше. Пришли, деньги, я тебе обещаю, ты будешь в первых рядах. Первым узнаешь, как оно есть на самом деле. Да, честно, вот честно, только денег пришли и все будет. Как-то так. Люди сами дают деньги на что хочешь. На квартиры, дома, как по колдовству. Ну ладно, этим пусть уже занимаются другие люди. А у меня на сегодня все. так получилось. Благодарю за просмотр и надеюсь, что вам было хоть немного интересно. Оставайтесь на канале, впереди еще много более интересных сюжетов. А главное, помните, мракобесие не пройдет, потому что мокры его брюки. мракобесие 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 много oco мракобесие мракобесие